анатолий рад приветствовать вас здравствуйте юрий здравствуйте уважаемые зрители анатолий вот видите я даже произнес анатолий на французский манер само так получилось вы стали свидетелями того что мы наблюдали в интернете кто-то по телевизору очень драматичные события и для франции да вообще для европы ведь опять же насколько могу судить эти события перебросились уже и на швейцарию и на бельгию и есть риск того что и поползут дальше вы видели все своими глазами как это было просто вот интересно даже ваша точка зрения вопрос потому что то что сейчас происходит во франции потому что это очаг всего происходящего это продолжение гражданской войны длительной гражданской войны которую олигархат запада ведет против своих народов это небольшой эпизод который вызвано определенным нормальным скажем сказать нормой того что происходит здесь то есть убили одного из представителей от особой этнической субкультуры которую во франции и точно также и в бельгии фабрикуют в течение многих десятилетий все те кто знает французскую историю это началось в обременах из карты стана а именно в 1976 году когда право и в общем-то французское правительство решила создать этот этническую эту этническую субкультуру на территории своих государств а потом воспитать их в определенном русле и они получили наверное это уже четвертое поколение того что они создали эти тенденции которые существуют во франции и в бельгии они постепенно перетендуются и на соседние государства естественно и естественно они не имеют ничего общего что можно сказать не с бедностью не не с бедностью в этих районах не с иммиграцией о чем неверно говорят многие эксперты ни в коей мере потому что эти волнения они организовываются политическими партиями той же франции той же франкоязычной бельгии регулярно все это приурочено частенько к определенным событиям ну то есть получается что какие некие политические силы внутри той же франции как вы говорите и бельгии допустим решают свои политические вопросы просто используют вот эту вот эту самую субкультуру которую создавали несколько десятилетий это четвертое поколение и я просто не знаю цели не так погружен как вы в эту историю наверняка думаю могу предположить что тогда наверное что называется благими намерениями то бишь эту субкультуру создавали для того чтобы более-менее приблизить к культурному коду в франции и неким образом ассимилировать этих людей или нет да конечно их создали для определенной цели для того чтобы поддержать постоянно тлеющие терроризм которым гордится французская республика если вы наши зрители например знает французский язык следят по-французски за тем что происходит например во франции потому что и парламентарии член французского парламента и сенаторы и правительство и по голове с макроном высказываются по этому поводу естественно и многие из них члены французской ассамблеи национально говорили высказывали ну вот сейчас вот я открываю кавычки вот сейчас громятся общественные здания жгут достояние французской французского народа французской нации библиотеки музеи мэрии частную собственность но продолжают они вспомните что наша республика 1900 в 1789 году во время французской революции она именно была зачата такими же точно такими же зеркально отображенными действиями а именно народ как они говорят но это неверные обозначения начал громить общественные ну тогда королевские общественные здания и это было не только тюрьма бастилия вот и первая французская республика была создана не в 1789 а в 1792 году она просуществовала просуществовала до того момент как бонапарт наполеон первый коронором в соборе парижской богоматери императором в 1804 году это первая французская республика она тотчас же 1792 году началась с знаменательного такого течения которое называется ля террора и то что сейчас вызывает ужас во всем просвещенном и не только мире а именно терроризм была зачата в париже отцами основателями этой самой первой французской республики которые естественно были поглощены как республика поглощает своих детей но не забудем нынешняя пятая французская республика если вы пройдетесь по ее городам и весен вы увидите что и площади и улицы и школы этой французской республики носят имена тех самых террористов всех этих родеспьеров самжистов и так далее я уже неоднократно писал об этом в московской прессе в парижской прессе я впервые об этом говорю средствах массовой информации беларуси французский стеблишмент будь то лево и право и центристы у них существует некое то что по-французски называется obsesion то есть некая форма сумасшествия направленной к насаждению этого террора сколько бы они себя не рекламировали за приверженцами демократии равенства братства и что самое главное благосостояние в них всегда котлет это искра террористов в общем-то коими они были порождены и эта самая марьян на символ французской республики с фрегийским колпаком на голове она является неким прообразом лидером шефом фюрером этой феминистической французской республики 5 французской республики и требовать от такого идеологического создания какой-то логики какого-то здравомыслия невозможно и когда вы общаетесь именно с французским истеблишментом будь то в политических кругах просто среди управляться это очень важно что самое главное среди академическом академической среде который меня взрастила во франции я напомню нашим зрителям я преподавала в садбоне а затем в университете ниц и софия матиболис где я стал доктором вот у них постоянное восхищение террористами и они создают новых и все новых бесконечно новых террористов и ввиду того что французская культура та самая которую они уничтожают в течение последних веков десятилетий все еще несет на себе отпечаток некого элитизма то они то продолжается это контаминация они заражают этим весь цивилизованный мир в том числе и в том числе и восточных славян и в общем то и ваших соседей и в общем то и вас именно то что этот бесконечный опыт идеологический оптимизм перемешанный с жаждой разрушения саморазрушение самая ненависти то что по-немецки называется это есть некая норма существования некая форма социального прогресса именно так они заражают весь мир и что самое главное франция французская республика уничтожает сам уничтожается этой тенденции и то что происходит сейчас но убили этого 17-летнего молодого человека застрелили его но не забудем что это происходит постоянно и есть жертва с обеих сторон и со стороны стражей порядка и со стороны этой этнической субкультуры которую создали которую создали в конце в общем-то трех десятилетий величайшего благосостояния которое было во франции который был с 1945 по 1975 год то что называется славные 30-летия литхон глориоза вот это было настоящее самоуничтожение то есть было создано не забудем вернемся где мы к демографическому аспекту сначала было были легализованы во франции аборта это было в 1975 году и тут же нерожденных французов если так можно позволить начали замечать семьями именно не рабочими а именно семьями это был закон жескардистана о воссоединении семей то есть в общем-то абсолютно чуждой с исторической точки зрения это не то что в рамках российской империи абсолютно чуждые жители африканского континента начали завозиться во францию не для того чтобы работать а для того чтобы замещать французов и постепенно да вы произнесли этот термин ассимиляции в вашем вопросе поначалу говорили о ассимиляции говорили да это бывшие французские территории что касается алжира например не забудем очереди когда не было французской колонии это были три французские департамента они связаны с французской культуры марокканцы это бывший район испанский протектор от вот они тоже числа одной культуры и и сенегальцы тоже связано с французской культурой и вот мы их очень быстро ассимилируем никто ничего не имел против этого я сам приехал во Францию еще во времена Советского Союза в 1991 году. И я верил в этот республиканский идеал ассимиляции. Когда я пошел, например, изучать то, что мне не преподавали в Советском Союзе, а именно троцкизм. Я там видел не только будущего премьер-министра Франции Леонеля Жеспена на этих курсах, но и всю французскую элиту. И они там, и профессора марксисты, и все те, кто властвует, в общем-то, реально во Франции, они говорили о ассимиляции. В то время как сейчас, если вы посмеете произнести этот термин публичный во Франции, то вас обвинят в расизме. Потому что после того, как говорилось о ассимиляции, термин ассимиляции за последние 20 лет был изменен на термин интеграции, то есть это абсолютно другое. То есть ассимилироваться, это значит стать французом. Кстати, я следовал точно такой тенденции. Я носитель полностью французского языка, французской культуры, французской цивилизации. И, естественно, я знаю вокруг себя гигантское количество своих, если позволите, сородичей евреев и шкиназов, которые приехали во Францию в разные времена, абсолютно ассимилировались. Но и не только они, это были и белые русские, как их называли, то есть белые эмиграции после гражданской войны во Францию и гигантское количество выходцев из той же Африки, которые приехали туда до этого проекта в середине 70-х годов замещения французского населения. И если вы знакомы с этой субкультурой, то именно в ней происходили в 70-е годы гигантские конфликты между бывшей эмиграцией из Африки, которые были носительной французской культуры и цивилизации, то есть это были арабские, берберские, негритянские народы, представители их, которые абсолютно ассимилировались, стали французами по своему духу. То есть я ни в коей мере не говорю здесь о каком-то этнической расе, в Москве. Нет. И о той самой субкультуре, которую взращивали, намеренно взращивали здесь во Франции. И да, их создали именно для того, чтобы они стали новыми террористами, новым оружием, новым пролетариантом, если воспользоваться марсийско-ленинской терминологией, то есть тем, которым, в общем-то, нечего терять, кроме своих цепей. Хотя, в общем-то, это абсолютно верно. Неверно, то есть их субсидируют гораздо больше, чем, например, аграрные области, где жгут именно те самые редкие традиционные французы, которые еще сохранились во Франции. Им отказывают в этих субсидиях. Если вы заинтересуетесь тем, что происходит в Министерстве финансов Франции за последние три десятилетия, то нужно вспомнить о том, что во Франции называется финансовый план о финансировании этих регионов, то есть этих, неузовемых этническими субкультурами, Жан-Луи Борло, который после точно таких же волнений 2005 года, который мне тоже стал свидетелем 18 лет назад, он начал просто из дрога, из обилия озалачивать эти регионы. То эти, ну, это регионы, потому что они живут в некоторых гетто, в пригородах Парижа, Марселя, Леона, а теперь еще и в городах, где это раньше было, а сейчас это еще города, где живет 80-100 тысяч человек. То есть, естественно, это расширяется. Скажу в скобках, что если раньше это было только вокруг 3-4-5 крупных городов, то сейчас это происходит в таких городах-стотысячниках, вроде, например, Лиможа, которую я тоже посетил перед тем, как вернуться в немецкую Швейцарию. Это 28-й город по количеству населения во Франции. Там живет всего чуть более 130 тысяч человек, и там тоже были те же самые этнические волнения. То есть, они не от бедности, не от голода всем этим занимаются? То есть, их, естественно, воспитывают, если так позволите, их дрессируют тем, что Фридор Крутич называл рассантимо. То есть, ненависть, то, что он описывал, что касается сократической культуры, это именно отомстить не только за себя, но и за несправедливо отделенных своих предков. И их дрессируют такой тенденцией. Именно поэтому я, опираясь на те же самые демографические данные, на те же самые идеологические данные, могу вам смело предсказать вашим зрителям то, что на этом абсолютно не закончится ничего. Это только один из незначительнейших этапов перманентной гражданской войны, которую западная олигархия, в данном случае франкоязычная, развязала против своих собственных народов. И я уверен, что через три, через четыре месяца мы увидим те же самые волнения, те же самые мятежи. Напомню, кстати, для ваших зрителей о том, что есть, что называется во Франции, то есть это традиционные огни, что называется традиционными огнями, это такой эфинизм французских политиканов, это то, что ко всем крупным праздникам, вроде Рождества, Нового года, а также 14 июля, ну и других праздников, которые сопряжены с отпуском, с каникулами, вы можете наблюдать во Франции то же самое. То есть вовсе не нужно для праздника... То есть это национальная забава такая, да? Прошу прощения. Национальная забава своего рода? Это длится, в общем-то, уже не один год. То есть все знают, например, что в Страсбурге, где находится Европейский парламент, в его пригородах на Рождество и на Новый год сожгут сотни тысяч автомобилей, будут снова стрелять в полицейских, потому что стреляют в обе стороны, естественно, стреляют из гаудиц. Не забываем этого. Представители власти в мэров французских городов как-то было несколько дней назад, в их домах, в их семье стреляют из гаудиц. То есть вот сейчас, например, это касается региона соседних с Белоруссией государств. Сейчас, например, в сторону украинской территории посылают гигантское количество оружия, стрелкового оружия, автоматического оружия, и уже это стрелковое оружие американское, британское, французское, появляется в этих этнических регионах и направляется против французской полиции, против французских представителей власти, как мэров. Буквально пару дней назад стреляют во всех представителей французской республики. То есть достаточно быть, например, французским пожарным, которых вызывают в эти же самые этнические регионы, для того, чтобы гасить огонь, который же они подожгли, и вас могут запросто убить, как это произошло пару дней назад. И вот одного из французских пожарных, 24-летнего, коренного француза, его поставили в такую ситуацию, что он просто задохнулся от дыма и сгорел. Об этом, кстати, как вы можете понять, никто ни одно западное средство массовой информации на международном уровне не сообщил. То есть, насколько я понимаю, я уже повторюсь, наверное, вопрос. То есть процесс этот, точнее, процессы, которые происходят сейчас во Франции, они не стихийные, они управляемые. И вот этими вот якобы дикими толпами ими на самом деле достаточно серьезно и эффективно, самое должное, руководят. Естественно, они... Ну, это не такой простой процесс. То есть это многоплановый процесс. И иногда, нужно все-таки сказать это, что иногда этот монстр доктора Франкенштейна, которого создали, иногда он выходит из-под контроля. Не забудем об этом, что таким големом управлять невозможно. И когда-нибудь он может убить своего хозяина. Но пока во Франции есть финансы, и пока мест французской олигархии продолжает сотрудничать с организаторами этих мятежей, все будет продолжаться. И не забудем такого внутриевропейского феномена, который по-английски называется too big to fail. Слишком велик для того, чтобы упасть. Франция все-таки является... Франция все-таки является крупнейшим, хотя бы по своей территории, государством Европейского Союза. И сколько бы она не оказывалась в финансовой яме, ее всегда до определенного момента будут финансировать. А она, в свою очередь, будет и по финансовым, и по политическим, и по идеологическим причинам поддерживать эти самые территории. Потому что, я еще раз подчеркиваю этот нюанс, эти люди не являются иммигрантами во Франции. Они родились французскими гражданами. Часто их не только их отцы, но и их дети и прадеды уже были французскими гражданами. Велик ли риск, опять же, по вашим наблюдениям и оценкам? Да, мы знаем, например, читали заявления французских полицейских, их профсоюза, где, с одной стороны, они говорят, что надо бы как-то пожёстче действовать. А с другой стороны, и такие, в общем-то, читаются мысли, что мы можем и уйти с улицы. Вот насколько вероят такой сценарий развития событий, когда французская полиция просто умоет руки? Я вынужден сказать, что на сегодняшний момент этого не произойдёт. Потому что и внутри французской полиции, и внутри французской жандармерии – это две службы, не забудем, что полиция подчиняется Министерству внутренних дел, а жандармерия подчиняется одновременно Министерству внутренних дел и Министерству армии, то есть армия дефонса по-французски. И там огромное количество течений. Есть, например, вот мне здесь, в Швейцарию, в Швейцарию я жду, я постоянно получаю сведения изнутри этой силовых структур, если можно так сказать. Не только комиссары полиции, не только офицеры жандармерии контактируют мне. Это средний такой офицерский состав, который не выносит этого, естественно. Но для того, чтобы управлять этими полицейскими структурами, для того, чтобы подняться до уровня префекта, для этого нужно полностью принадлежать этой олигархии. И то есть тут же встать в роль этих кукловодов. И нашим, и вашим. Сейчас мы делаем то одно, завтра мы делаем другое. И мы подчиняемся, как они говорят, наше начальство подчиняется очень многочисленным течением. И идеологическим течением, и политическим, и финансовым. Ну, все-таки нужно сказать, что полицейских, например, есть в полиции, в французской полиции, и, что называется, марксистские профсоюзы, есть и правые профсоюзы, есть и центристские профсоюзы, у всех у них абсолютно свои интересы. И, как сказал Клеменцов, никогда не нужно давать военным управлять, решать военные дела. Это было и вот такое мнение. И во Франции, не забудем, это такая жесткая иерархия, когда я говорю термин, олигархия, это действительно так. То есть, решают все, не полицейские все, что касается спокойствия в этом государстве. То есть, они получают. Ну вот, Анатолий, вы уже не единожды упомянули в своем рассказе неких олигархов французских, которые и ведут войну гражданскую, ну, во всяком случае, подогревают ее так точно, против собственного же государства и собственного народа. И они же, в общем-то, где-то и управляют действиями силовых структур. Сложный очень такой пазл, на самом деле. И связь с этими этническими районами. Потому что, не забудем, это французские граждане. И они ходят на выборы. Не забудем этого момента, что когда перед вами выступают какие-то политические деятели Франции, защищают их, говоря о социальном неравенстве, о нынешний термин, о привилегиях белого человека. То есть, это уже расизм, направленный против собственного белого населения, исконно белого населения. А чем они занимаются? Они делают свою предвыборную кампанию. Не забудем такого момента, что 23 сентября... И это их электорат, на самом деле, который сейчас жжет машины. Так же и их электорат. Не забудем, что 23 сентября сего года, то есть в конце летних каникул, во Франции будут проводиться сенаторские выборы. И, возможно, можно неким исследователям установят некую связь между тем, что происходит сейчас, и подготовкой этих сенаторских выборов. Потому что Сенат имеет немалую политическую власть в нынешней Французской Республике, точно так же, как и парламент Ассаблей Национального. И если наши зрители когда-нибудь захотят вспомнить в будущем о нашей нынешней дискуссии, то я призову наших зрителей заинтересоваться тем, что произойдет в Париже в будущем летом. А именно, в будущем летом в Париже с 26 июля по 11 августа пройдут летние Олимпийские игры. И это очень глубоко. Уже после слова пройдут надо ставить знак вопроса, мне кажется. Традиционные огни, которые зажигаются в Париже, его прибыли, то есть, в общем, те же самые мятежи 14 июля, то есть, за 12 дней до начала этих Олимпийских игр. И я уверяю наших уважаемых зрителей, что никаких мятежей через год во Франции, а главное, в ее столице, не возникло. Сколько бы не происходило этих подобных эксцессов, сколько бы не убивали представителей этих этнических субкультур, сколько бы не возникало перестрелок между ними, что происходит и стражный порядок, что происходит постоянно на улице Парижа, Марселя и Тулуза и все более мелких городов, таких, например, как Гренобль и Страсбург. Вот в чьих тогда интересах проведение Олимпийских игр без каких-либо эксцессов тех самых олигархов, получается? Естественно, потому что есть внутрифранцузская олигархия, которая, естественно, стремится к тому, чтобы стать наднациональной олигархой, то есть, есть у них такие должности в Европейской комиссии, которую никто не избирал. Не забудем этого, это не демократический орган, и что, как бы вы себя не вели на национальном уровне, если вы хотите продвигаться по этой иерархической лестнице, то вы должны, подчеркиваю, вы должны придерживаться догм этой олигархии, не забудем, это самая известная госпожа фонда Ляйен, она не родилась в Германии, но она является, она была министром Федеральной Республики Германии, и где у нее на дне висит ни одно дело о коррупции, и это дело было, в общем-то, не то, что замято, оно еще официально продолжается, но оно абсолютно не помешало ей занять тот самый пост во главе Европейской комиссии, который всем известен, и это один из примеров, да, господин Мануэль Макром завершает свой второй и последний президентский срок, и в 2027 году, то есть буквально через 4 года, он надеется продолжить его уже в вышестоящих структурах, именно поэтому после убийства этого молодого человека полицейским, он тотчас принял сторону жертвы, что, в общем-то, ни один президент Франции не должен делать до того, как полицейское расследование, ну, средств, которые, что называется, во Франции или полицейский, то есть полиции, которая расследует дела полиции, оно не завершилось, то есть оно было в самом начале, и тотчас же вся олигархия французская приняла сторону жертвы. Ну, вот многие усматривают в этом очень такую опасную тенденцию, на самом деле. В чем она состоит? В дискредитации действующих государственных институтов, где-то быстрым, где-то не очень переходом функций управления, в том числе и, например, отслеживания за правопорядком в наднациональные структуры, а именно в Брюссель, где сконцентрированы ставленники текста того самого олигархата, ну, или ТНК, как часто говорят, ну, я думаю, что это одно и то же. Я понимаю, что национальные верховные власти и эти структуры, они очень тесно переплетены, но вместе с тем и дальнейшее, чем это грозит, что, в общем-то, распад вот этих больших государств типа Франции, Германии, ну, тем более, там есть на что распадаться, что называется, если так уже посмотреть по даже национальному признаку и прелигиозному, и с дальнейшим управление большими землями, например, если брать Францию, там, Британь, да, ну, там же много провинций, которые, в общем-то, не сильно-то считают себя французами, на самом деле, эти люди, лучше меня это знаете, с прямым подчинением Брюсселю. и это уже другая Европа совершенно. Вот, насколько риск такого развития событий вероятен? Это тенденция Европейского Союза, который уничтожает Европу. Точно так же, как... Ну, просто Европейский Союз же изначально задумывался, как союз государств, а сейчас мы наблюдаем за тем, что, да, вот, все больше и больше функций государств, которые выполняли их на своей территории, они где-то размываются, где-то нивелируются, и все больше и больше переходят куда? В Брюссель. Ну, и что самое главное, о чем нужно упомянуть, это о финансировании этих зон. Это и то, что вы сейчас озвучили, это и есть официальная политика Европейского Союза, европейской комиссии. Чем они занимаются уже не одно десятилетие? Они ломают, уничтожают традиционные даже провинции Франции, вот вы упомянули о Британии, есть Эльзас, есть Лотаринги, и они создают еврорегионы, и они уже имеют не одно десятилетие дело напрямую с этими еврорегионами. Если вы заинтересуетесь, как фабрикуются эти регионы, то они также фабрикуются по принципу уничтожения исторических связей. Вот здесь, например, по другую сторону Рейна, здесь, во Франции, там, не здесь Швейцария, а там, во Франции есть такая провинция, которая принадлежала и Франции, и Германии, как Эльзас. Вот, и на территории этого Эльзаса находится и странство, место заседания Европарламента. Так, почему бы исторически не сделать, ну, ладно уж, вы хотите создавать вот такую вот новую Европу. Почему бы и нет, ну, то есть, можно вступить с ними в дискуссию, в открытую дискуссию, вы хотите уничтожать национальные структуры, это ваше право, но даже здесь они не следуют этой логике, они не создают департамент Эльзас, евродепартамент Эльзас, они фабрикуют абсолютно над историческую структуру, которая включает в себя и Эльзас, и Лотарнингию, и другие земли. То есть, да, вот когда я сказал вашим зрителям о гражданской войне, которая ведется во Франции против своего народа, то же самое можно сказать о том, что происходит в Европейском Союзе, которую очень неверно эту структуру называют Европой. Нет, здесь с одной стороны олигархически-бюрократическая структура, которая называется Европейский Союз, со своими олигархами, а с другой стороны есть Европа со своей древней культурой, со своими древними религиями и традициями, со своей древней нормальной, с антропологической точки зрения семьей, отцов и матерью и детьми, о которых здесь уже во многих странах Евросоюза говорить-то нельзя. Эта структура является не человеческой, она расчеловечивает собственных людей на человеческом уровне, на семейном уровне, но и народы. И да, можно сказать, что такое государство, как Франция, исторически создавалось с помощью насилия. Ну, в общем-то, это легитимное насилие, которое применяют все государства. Когда, например, Британия была включена в состав французского королевства, да, это было определенное насилие, было военное противостояние на локальном уровне. Потом Якобинская, уже Третья Французская республика начала экстерминировать, если позволите, бретонский язык. Во всех бретонских школах во времена Третьей Французской республики были такие надписи или «Антертида к хаше партере парле бретон». Запрещено говорить по-бретонски и плевать на пол. И да, постепенно уничтожили бретонский язык на локальном уровне. То есть, он сохранился, естественно, он может ходить на заниматься в ваше свободное время, но он перестал быть разговорным, он перестал быть культурно-политическим и литературным. А вот сейчас уже подходит совершенно... И это происходило в рамках Франции. Чем бы она ни была королевством, республикой, империей. Но сейчас появилась совершенно другая надгосударственная форма, которая уже размывает саму структуру этих древних европейских провинций. Потому что то же самое происходит и в Германии, и в Италии, и в Скандиналии. Ну, потому как вся Европа, очень-то все большие государства скроены примерно Франции как пример. Вот эти все земли, они почти никогда миром не сходились в одно государство. все это шло через кровь, на самом деле. И мы же до сих пор видим, например, как любят испанцев каталонцы, например, в кавычках. В Британии там все не так просто. И не только в Ирландии. Там тоже все это скроено. Немцы, баварец в совершенно другом языке говорит, в Италии тоже. Ну, то есть вся Европа, она вот такая лоскутная. Да, когда-то объединились эти большие государства, а сейчас просто почему вот допустим отсюда я задаю этот вопрос, потому что ну как ни крути, это плохо, хорошо, но как есть, это Европейский Союз наш большой сосед. Мы еще не знаем, что будет завтра, через 5-10 лет, никто не знает, но то, что так или иначе какие-то отношения должны выстраиваться и практика говорит о том, что с национальными государствами отношения выстраиваются проще. и точки соприкосновения какие-то взаимно интересные находить проще. Как только это все уходит на уровень какой-то большой наднациональной структуры, в данном случае это Еврокомиссия, которая заседает в Брюсселе, то все сложнее. Начнем с того, что больше бюрократии, и непонятно, опять же, чьи интересы преследуют эти люди. если так рассудить, что происходит, это выгодно в первую очередь Соединенным Штатам Америки. Чтобы им тоже не распыляться, поди с немцами договорить, сколько, ну, ладно, уж, раз мы живем сейчас, здесь и сейчас, сколько танков нужно отправить на территорию Украины, а потом с французами иди договорись, сколько они отправят потом с англичанами, а так есть Брюссель, который централизованно решил. Вот хорошо ли это для нас здесь, не знаю, наверное, нет. Дело-то в том, что вашего существования никто здесь не хочет, я говорю о олигархии, в общем-то, когда вы говорите с врачами, инженерами какой-нибудь французской республики, вы у них спрашиваете, спросите, например, что такое Украина до конфликта, на феврале 2022 года, они вообще не знали, они не могли даже назвать столицу этой Украины, что там происходит. И это нормально, нормальный процесс, потому что когда говорится о Европе, о том, что мы здесь якобы европейцы, никто, например, во Франции не знает, что такое Финляндия, Швеция, и наоборот, когда вы говорите со шведами или финнами, они с трудом, если они только ездили сюда в отпуск, частенько они не могут описать конкретно, что такое Португалия, например, или Сицилия. Да, это такой вопрос, но когда я говорю о олигархии, все-таки нужно говорить, что это идеологи. Я, кстати, и начал нашу дискуссию с термином идеология. И вас, вашего существования, эти идеологи не хотят. они вынуждены сейчас вести с вами диалог. Вы не можете себе представить, что происходит сейчас в этих олигархических структурах касательно Беларуси, именно после того, что здесь прошли слухи о том, никого нет, еще этих доказательств прямых, что у Беларуси появилось ядерное оружие. То есть, это уже не слухи, это факт. Но мы здесь верят и не верят. То есть, полностью перекраивается геополитическая структура. Вас уже не так просто интегрировать пассивным путем, на что рассчитывали здесь. И известная ЧВК, которая теперь стала, нашла свое место жительства на территории Беларуси, тоже меняет планы. Вы не представляете, сколько они тут кудахчут, если можно воспользоваться таким термином, касательно того, что Беларуси за последние несколько недель возможно поменяла свой военный геостратегический статус. государство. И это чрезвычайно вредит этой идеологии. То есть они вас уже поместили в некий вакуум и в общем-то решили то, что время само собой расправится с вами и они вас интегрируют как и близлежащее государство и пойдут дальше, уничтожат Российскую Федерацию. Об этом здесь об этих целях никто не скрывает, а потом с помощью достаточно скорой в несколько лет максимум десятилетия социальной инженерии повернут всех вас, восточных славян против Китая. А поэтому здесь в общем-то никто о конечной цели всех этих махинаций никто их не скрывает здесь в общем-то. Все об этом открыто говорят. Я не забуду, что я здесь в Швейцарии живу в 40 минутах езды от Давоса и я посещаю эти заседания наверное уже с 2012 года каждый раз естественно не закрытые моменты а открытые форумы и то, что я вам сейчас озвучиваю это говорится откровенно. Говорится и по-немецки и по-английски и по-французски никто не скрывает этого. мы же беседовали с вами о том что произошло с последним послом французской республики в Минске когда он отказался вручать свои выявительные грамоты президенту Беларуси господину Лукашенко и сказал вот я пойду общаться с народом с гражданским обществом в 2020 году это было на улице вы можете просто представить себе что представителем посол например в Париже Беларуси Российской Федерации или Китая Синчанов всех этих государств у которых определенные трудности с этим олигархатом вдруг вот прямо сейчас скажет я больше не пойду общаться с Алисейским дворцом или с Кедорсей с набережной Арсей по странам Франции а пойду-ка говорить с народом с гражданским обществом как его воспримут а здесь даже галочку поднесут чтобы проще было потому что у них есть это это искротерроризм о которой я вам с которой я начал наше интервью с вами да им позволено все потому что они представители этого безграничного оптимизма вас нужно изменить если вы не хотите меняться мы вас улучшим нашими террористическими методами читайте что происходило на улицах Парижа или в Андее например в 1793 в 1994 в 1994 просто укорачивали на голову но в Андее вырезали просто ну если уже о Вандее говорить просто вырезали да весь террор все эти чистки все эти на государственном уровне это это родилось во времена первой французской республики не забудем этого все те из общества мемориала которые получили часть Нобелевской премии мира в Осло в прошлом году они все очень любят говорить о том что происходило во времена Сталина в Советском Союзе но если я обращаюсь например к французскому филиалу мемориала вот если только они осмелятся изучать вандейский террор это так здесь называется в историографии то они быстренько потеряют свои места профессоров потому что это запрещенная тема и этот террор уже не открыт и потому что здесь еще не уверены что у вас есть ядерное оружие но лидеры государств и не только уже и военные собственно руководители военных структур однозначно сказали да ну вот так вот я вам и говорю что я его тоже не видел я про это но 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 не доверять карта была перекроена и чему я попожу что производить этот террор теперь ядерной державой которым является Белоруссия уже не удастся и вы представляете что происходит здесь именно на идеологическом уровне я все-таки хочу направить ваших наших зрителей которые читают по-русски к моей книге которую я опубликовал в Москве которая называется системный антибелый расизм и там еще в мае 2022 года я предсказал все то что происходит сейчас на геополитической арене все что касается и россии и украины и белоруссии да именно так это это гражданская война вот если вернуться к франции она будет продолжаться она будет продолжаться и вспыхивать затухать и естественно все это будет происходить с большей силой то есть сейчас например она происходит гораздо сильнее чем это было в 2005 году те процессы которые будут происходить в той же в том же самом русле например через 3-4 или 4 года они будут гораздо с большим насилием по отношению к французскому народу почему-то потому что естественно все это нужно финансировать а финансирование будет все меньше и меньше что абсолютно нормально на самом деле очень сложная ситуация потому что для многих кто так или иначе смотрит невозможно этого не видеть наверное если уж совсем только не выключить все вокруг за тем что происходит в том числе и во Франции ведь ну а как я не случайно говорю а вот мы-то здесь должны понимать что происходит почему потому что многим кажется ну это где-то там ну ну мало ли чего там выходцы из Гаити Сенегала или бог весть еще откуда пусть они там уже в третьем поколении французы что они там между собой делят пусть сами делят нет на самом деле все это может иметь далеко идущие последствия и в конечном итоге мы можем получить гораздо более страшную вещь чем был Гитлер в 30-40-х годах 20-го века потому что почему на мой взгляд она может быть более страшной почему потому что тогда скажем так все зло мира олицетворял один человек вот он Гитлер вот это зло и то сейчас это зло то есть вот по большому счету происходит примерно то же самое но но оно безличено и и нет нет вот фигуры лица на которые можно сказать вот вот надо его победить и все и добро победит грубо говоря нет непонятно кого побеждать и поэтому очень важно понимать что происходит сейчас и чем это аукнется потом и для европейцев и для нас как соседей а так или иначе аукнется абсолютно верно именно поэтому я уже не один год призываю такие государства как Беларусь как Российская Федерация и даже как Китайская Народная Республика устраивать у вас организовывать у вас академические центры университетские центры где бы эти процессы изучались нужно требуется было бы неплохо открыть у вас или воспользоваться уже существующими научными журналами где бы все эти процессы анализировались и анализировались не только бы по русски но и на западных языках по английски по французски по немецки то есть в общем-то да я призываю вас делать у вас то чем я занимаюсь здесь в Швейцарии потому что здесь у нас в Швейцарии есть традиционные силы и финансовые и политические с которыми я здесь сотрудничаю где я публикую здесь у них и преподаю им здесь вы можете делать то же самое но у вас например в Белоруссии есть государственный рычаг для этого у вас есть государство есть министерство образования высшая часть высшего образования где можно организовать такие исследовательские центры Анатолий будем надеяться что на самом деле есть и в России и в Белоруссии и в России люди которые в общем-то понимают что происходит и делают соответствующие выводы и самое главное всю эту свою аналитическую работу и ее результаты доносят лидерам чтобы потому что политические решения в любом случае принимаются там вот вам спасибо за ваше рассуждение и за видение ситуации за этот разговор потому как ну я уверен что и ваша точка зрения она будет обязательно услышана и зафиксирована в хорошем смысле слова ну как как взгляд ученого исследователя в том числе и в этой аналитической работе да и чтобы всем нам стало более понятно почему вдруг мы решили говорить о беспорядках во Франции не потому что это это национальная французская забава и все от этого радуются нет это очень серьезный процесс который так или иначе ну мир сейчас так устроен все связано не бывает так чтобы во Франции что-то происходило и на нас это никак не отражалось так же как и наоборот вот вы видите сколько шороху наделало в Европе только новость о том еще до конца люди не верят что в Беларуси появилось тактическое ядерное оружие Российской Федерации то есть все связано спасибо вам огромно надеюсь свое видение будет вам полезно вашим зрителям вашим силовым структурам потому что я тоже желаю донести мои идеи не только академических но и силовых структур потому что здесь на Западе это тоже важно знать мир не однолик и у Беларуси и у Российской Федерации есть немало союзников здесь мне нравится что происходит здесь которое это явно не по вкусу мы это знаем и спасибо этим людям тоже спасибо черт Анатолий было очень интересно с вами повеседовать до свидания Редактор субтитров Субтитры подогнал «Симон»